В рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства в Курганской области была запущена первая точка доступа Wi-Fi. Компания Ростелеком проложила волоконно-оптическую линию связи протяженностью 4 километра от села Лесниково до села Устютяк. Ту стройку, которую сегодня проводит Ростелеком, это такое историческое событие. Это очень большая стройка, очень большая задействована масса людей и средств больших на то, чтобы мы могли телефонизировать, исходя из решения правительства, телефонизировать сегодня населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек. Таких строек много ведутся по всей России. В Курганской области прокладывается порядка тысячи километров оптики. Как и другая вся инфраструктура, которая должна быть не только в городах, но и в любых деревнях, поселках, наряду с транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктурой, обязательно должна быть связь, интернет. Всем хочется этим пользоваться, не только городским жителям. В Курганской области таких населенных пунктов порядка 220. Программы будут охвачены даже самые отдаленные деревни и поселки. В деревне Усть-Утяг на опоре связи высотой 11 метров разместилось все необходимое оборудование, которое обеспечивает покрытие радиосигналом в радиусе 50 метров. Линия связи обеспечивает интернет со скоростью 10 мегабит в секунду. То, что сегодня произошло от открытия первой точки Wi-Fi, это в проекте равенство цифры. Я думаю, что мы вот здесь вот пионеры. Я думаю, что нам повезло всех больше, среди всего населенники Курганской области. Это первая ласточка, которую мы сегодня вот здесь видим, как раз для этой деревни Клюково, позволит населению данного населенного пункта получать 40-полосных интернет, хорошую скорость, это доступ к госуслугам и так далее. То, что Китовский район стал первым в большой стройке, обусловлено близостью к областному центру, а также численностью населения. Только деревень в нем 76. Всего до конца текущего года в Курганской области планируется построить 13 точек доступа, в следующем 69. Александр Мироненко, Ульяна Чапала, Александр Киселев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру.